Мобилизованный был 21 января этого года, 23-го. Вы до этого повестки приходили? Приходили летом, вызывали, прошел медкомиссию, особое распоряжение сказал. Думал, что не вызовет, а раскладывался. Где-то в июне были повестки. Почему сам не пошел в армию? Не хотел. Я вообще не хотел, у меня жена в шоке, мама в шоке. Почему? Что они думают, что это война? Думают вообще, что это война. Мы все русскоязычные люди, ребята, она заканчивает эту бессмысленную войну. Как-то договариваются, миристы, мы все славяне, мы не должны драться. Пусть Европа дерется с Америкой. Я не хочу воевать, я не хотел воевать никогда, я не военный человек. Это пропаганда сплошная. Вы знаете, я с солдатами русскими пообщался, вот три дня у нас передавались одни солдаты. Это отличные люди. Вы знаете, на первой точке, я вижу их не лиз, они посреди этим куском хлеба делились. Воды мало в них, они нам половину воды давали. Я настолько был, у меня что-то взяли в этих людей. Рассказывают орки, всякая фигня. Это нормальные люди, они сами рассказывают, говорят, ребята, мы же славяне, все такое. Я сам себе задавал вопрос Лиле, своей жене, говорил, Лиля, ну не может быть такого. Я очень жалею и спасибо Богу, что я остался жив и что у меня есть шанс, раз и навсегда. Я, сколько у меня будет жизни, я буду, я ничего не буду бояться. Я приду, я, во-первых, хочу адвоката охота нанять, буду с ними судиться за то, что меня призвали больного. Во-первых, я больной, страшно. Они меня надурили, я говорю, ты с БМЗ, с БМЗ сможет без броника ходить, потому что у меня 8 рыжей, трещина на спине. Они меня, х**, закинули, х**, в боевую часть. Там у нас командир роты 24 года, что вы можете сказать, командир взвода 24, командир роты 36, что вы можете себе представить, с кем мы воюем. И я знаю, что вот этого подразделения, я могу сказать, бегите, люди, пока безбегите, пока безбегите, пока безбегите, вы остались живы. Лучше отсидеть или, по крайней мере, попасть в плен нормально, не стреляя, и остаться человеком, и остаться живым. Потому что, ребята, жизнь превыше всего. И надо заканчивать войну и вперед, на смену власти этой козлиной вместе с Зеленским.